Любителям скрытничать просьба остановиться. Утром в четверг в областном центре прошел рейд сотрудников госавтоинспекции по тонировке. Офицеры останавливали и штрафовали тех водителей, которые нарушают требования федерального законодательства по свето-пропускной способности переднего и боковых стекол авто. В составе административного материала штраф составляет 500 рублей за данное правонарушение. Если вы сейчас на месте устраните, требования выписывать вам не будем. Тогда вам не будет выписано специальное требование об устранении. Если снимать не будете, то будет на вас оставлено еще специальное требование. Водителю предлагают снять тонировку на месте или устранить нарушение в течение 10 дней. Так будет прописано в требовании. Правда, если любителя темных стекол остановят еще раз, ему будет грозить до 15 суток ареста. Штраф за это нарушение небольшой, по карману не бьет. Всего 500 рублей. Почему у вас стекла тонированы? Почему? Да, почему. Вы знаете, что за законодательством Российской Федерации запрещено тонировать? А почему тонируете? Нравится. Нравится? Сейчас будет произведен замер. А вот дорожным полицейским не нравится, но тут вопрос не вкуса, а безопасности. Считается, что тонированные стекла не позволяют водителю в критический момент оперативно среагировать на дорожную ситуацию и избежать ДТП, особенно в пасмурную погоду, дождь или темное время суток. Водителей этим не убедить. Правило – ничто, имидж – все. Она не мешает, наоборот, помогает. В чем? В чем? Ну, допустим, от солнышка яркого закрывает. И плюс комфортно в машине становится. То есть вы не видите проблем? Абсолютно никаких. Тонировку специалисты проверяют при помощи прибора Блик. Пользоваться им можно, только если на улице не очень холодно и нет дождя. Сотрудники госавтоинспекции отмечают, фанатам тонировки все же можно немного затемниться, но по правилам. Задние стекла, пожалуйста, тонировку наносить можно. Передние стекла, боковые и лобовое стекло тонировать нельзя. Светопропускаемость в соответствии с техническим регламентом переднего стекла должно составлять не менее 75 процентов. Боковых передних стекол – не менее 70. За полгода в Иванове пойманы на тонировке более 2200 автовладельцев. Всем пришлось по-хорошему или через суд пленку содрать. Самые умные водители на таких рейдах предпочитают проезжать инспекторов, опустив тонированные стекла. Но эта хитрость уже давно не работает. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.